Здравствуйте, Антония Вячеславовна. Добрый день. Социальная политика – это все-таки такая основная статья расходов бюджета. Ваше министерство в 2013 году сколько получило денег на реализацию программы? Я хотела бы начать с того, что наше министерство было создано в 2013 году. Да, вы еще и молодое достаточно. Соответственно, у нас такое молодое, но очень разноплановое министерство, потому что оно объединяет очень много направлений социальной политики. Поэтому объем бюджета нашего министерства достаточно большой – более 11 миллиардов рублей. Из них более 70% – это нормативно-публичные обязательства. То есть те средства, которые идут на предоставление различных выплат, компенсации, мер социальной поддержки, денежным выражением жителей Тульской области. Ну а большая часть денег все-таки какой категории граждан или на что уходит? Один из приоритетов – это повышение заработной платы, то есть повышение уровня жизни жителей Тульской области, в том числе работников учреждений социального обслуживания, работников нашей сферы. В целом, общая численность сотрудников всех учреждений социального обслуживания, осуществляющих функции в сфере социальной защиты, труда и занятости – это более 7 тысяч человек. По области. В социальных учреждениях нашему министерству. Ну и возвращаемся к социальным работникам. Вот социальные работники были определены одни из приоритетных указов президента, по которым необходимо было повышать заработную плату. Почему? Ну потому что, к сожалению, зарплата социальных работников не столь велика. Были предприняты… А невелика – это сколько? Ну, у нас с 2012 года действуют региональные соглашения минимальной заработной платы. С профсоюзами и с работодателями. С профсоюзами, да, и с работодателями, в соответствии с которыми работникам бюджетной сферы с 1 августа 2013 года меньше 7 тысяч платить не должны. Но указами президента задачи были поставлены более приоритетные. Ну вот я почему говорю о социальных работниках, потому что это наша сфера. 47,5% от средней зарплаты по экономике. Переводим в цифры. Изначально средняя зарплата по экономике, от которой мы вели отсчет, была почти 22 тысячи рублей, более 21 тысячи. Это на какой год? Это на 2013 год. На 2013 год. И, соответственно, тогда зарплата социального работника должна была вырасти до 10 тысяч рублей. Но с учетом того, что когда предпринимались шаги по повышению заработной платы, в том числе и бюджетникам, росла и в целом средняя зарплата по экономике. Поэтому на конец года она уже составила 23 тысячи 14 рублей. И, соответственно, 47,5%, то есть индикативный и целевой показатель по указу, составил около 11 тысяч рублей. То есть на тысячу рублей понялась она к концу года сначала. Да, теоретически. Но эти показатели нужно было еще достигнуть и практически. То есть изыскать средства в бюджете, в небюджетные источники за счет оптимизации и повышения эффективности работы социальных работников. Говоря об оптимизации эффективности, что вы имеете в виду? Оптимизация учреждений социального обслуживания. Ну, если говорить просто, то это укропнение. Это прежде всего сокращение административно-управленческого персонала. С 72 учреждений до 52 путем укропнения. Это не означает ни в коей мере, что социальные услуги будут оказываться меньшему количеству жителей Тульской области. Если говорить об эффективности, то это в какой-то мере и повышение нагрузки. Поскольку для того, чтобы поднимать заработную плату за ту же работу, которая выполнялась... Отдача должна становиться больше. Отдача должна становиться больше. Дефицит кадров есть? Нет, в настоящее время дефицит кадров нет. А средний возраст? Средний возраст, да. Это уже за 50 лет. Поскольку мы сейчас стараемся привлечь в отрасли, в том числе и путем повышения заработной платы, более молодых людей... Но на 11 тысяч рублей молодежь-то не пойдет? Нет, вы знаете, уже 11 тысяч рублей это большое достижение. Социальным работникам могут работать и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Потому что работа предопределяет, например, определенный набор услуг, которые необходимо оказать пенсионеру или инвалиду. То есть она может быть выполнена в вечернее время. Сейчас много говорится о поддержке материнства. В 2013 году по результатам что мы имеем? Одним из указов президента определено, что женщины, которые находятся в трудовых отношениях и находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, могут получить вторую профессию. Обучиться еще одной профессии. Бесплатно? Бесплатно. На это направлены средства федерального бюджета, частично средства областного бюджета. Но тем не менее, у нас 380 женщин в этом году прошли такое обучение. До последующих годов мы планируем такое же число женщин обучить новым профессиям. Региональный материнский капитал в 2014 году, далее он будет действовать и итоги его за 2013 год, потому что денег же много выделяется на это. Региональный материнский капитал у нас действует с 2012 года. Изначально размер его составлял 50 тысяч рублей. В 2013 году он был проиндексирован на 5,5%. Это 52 750 рублей. Сейчас планируется его индексация на 5%. Ну, соответственно, размер его можно вычесть. Что касается, будет ли он действовать. Да, действовать он будет, потому что нашим региональным законом не ограничен срок действия введения материнского капитала. Мы предусмотрели, что материнский капитал можно расходовать на улучшение жилищных условий. То есть ограничили его использование. На образование ребенка. И была у нас предусмотрена такая мер на компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение. Можно потратить, если эти 50 тысяч рублей будут присовокуплены к федеральному материнскому капиталу, который получает женщина при рождении второго ребенка. В настоящее время он там размеру приближается к 500 тысячам рублей. Но если уже этот федеральный материнский капитал каким-то образом израсходован, то, безусловно, 50 тысяч рублей. Это не та сумма, которую можно направить на улучшение жилищных условий. Ну, на образование, да. Здесь, конечно, можно, допустим, оплатить обучение в течение одного семестра или в течение двух семестра. Поэтому мы сейчас очень активно и взаимодействуем вообще с общественными организациями. С общественными организациями, ассоциацией многодетных семей. И мы от них слышим, а что бы они еще хотели в рамках расходования средств материнского капитала. И какой запрос, на что хотят. И вот появилась необходимость вот эти средства, например, направить, ну, как они говорят, на ремонт жилого помещения. Потому что за 50 тысяч отремонтировать жилое помещение или часть жилого помещения, это уже возможно. Поэтому соответствующие изменения были внесены в региональное законодательство. И теперь материнский капитал, региональный материнский капитал, можно направить на улучшение качества жилого помещения, ну, на ремонт, на газификацию, электрификацию или водоснабжение. Но это больше относится, безусловно, к частному сектору. Скажите, но это только наше наухо? Или все-таки все субъекты идут по этому пути, расширяют сферу, куда можно потратить региональное помещение? Вы знаете, каждый субъект идет здесь своим путем, и размер материнского капитала в разных субъектах разный. Тогда в сравнении с другими субъектами у нас больше, меньше? Я бы сказала, что у нас средний размер. Когда был введен региональный материнский капитал, были даны рекомендации, и практически все муниципальные образования их выполнили, ввести так называемый муниципальный материнский капитал. Но муниципальный материнский капитал тоже в различных субъектах разный, от 10 до 25 тысяч рублей он колеблется. В отличие от федерального законодательства, у нас материнский капитал, право на расходование материнского капитала представляется при рождении третьего и каждого последующего ребенка. В федеральном законодательстве только один раз. То есть мы готовы платить чаще, лишь бы рожать. Да, третий, четвертый и так далее. Право на материнский капитал подтверждается и справка, и соответствующая, которая выдается управлением социальной защиты населения по месту жительства. А расходований не было. Ну почему? Вот те же самые причины, что нужно еще найти, куда эти деньги потратить. Поэтому вносились изменения. В настоящее время... Но проблема сейчас решена? В настоящее время уже активнее пошло расходование материнского капитала. Были ли попытки все-таки нецелевым способом использовать средства материнского капитала? Нет, мы пока таких попыток не фиксировали. В каких федеральных программах мы участвуем? У нас есть участие в целевой федеральной программе «Жилище» под программу обеспечения жильем чернобыльцев, переселенцев с Крайнего Севера, просто переселенцев. И, наверное, вот акцент нужно поставить на федеральной программе «Доступная среда». Мы в эту программу вошли. Программа будет давать возможность получить софинансирование с федерального бюджета. Это софинансирование в 2014 году составит порядка 20 миллионов рублей. Хотя, в общем-то... А на что будут потрачены тогда деньги? Ну, прежде всего, эти средства будут потрачены на создание беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Что было сделано в 2013 году для создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями? Ну, я могу сказать, что прежде всего были направлены эти средства для того, чтобы объекты социальной инфраструктуры... Вот два училища, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями, входная группа, центр занятости, ряд центров занятости также были оборудованы доступной возможностью войти в само учреждение. То есть, это прежде всего пандус и поручень. Также в рамках программы мы приобретаем технические средства адаптации, которые позволяют инвалидам с ограниченными возможностями по слуху, прежде всего по слуху, допустим, прийти и воспользоваться какими-то услугами. Это прежде всего мы говорим об управлении социальной защитой населения. То есть, есть такие индукционные петли, когда человек, который пользуется слуховым аппаратом, приходит, и он позволяет ему лучше общаться с тем, кто представляет эту услугу. Все ли деньги, которые вы получили в 2013 году, удалось освоить или все-таки что-то не получилось? По потребности все публичные обязательства выполнены в полном объеме. То есть, мы ни одну выплату не задержали, все выплаты были произведены своевременно, в полном объеме. Достаточно ведь много новых мер социальной поддержки было введено, в том числе в 2013 году. Но первое, я хочу сказать, это 10 тысяч рублей беременным женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности до 12 недель, и прошедшим в первый, второй, триместр беременности пренатальную дородовую диагностику. Около 7 тысяч уже эти средства получили. 7 тысяч молодых мам уже? 7 тысяч, да, уже молодых мам. Из позапрошлого, с 2012 года, три ежегодные выплаты многодетным семьям заменены на ежемесячные денежные выплаты. То есть, в 2012 году они были 1500 рублей на каждого ребенка в многодетной семье. В 2013 году уже проиндексированы 1582,5. Но, опять же, во взаимодействии с ассоциацией многодетных семей, с многодетными семьями, у нас одна из главных проблем вообще в Тульской области, и тем более многодетных семей, это улучшение жилищных условий. Есть программы льготным ипотечным кредитованием, есть возможность субсидирования через фонд ипотечным кредитованием, но для этого все равно должны быть определенные доходы у многодетной семьи. И вот, к сожалению, у многих многодетных семей такие доходы просто нет. То есть, они даже этой мерой не могут воспользоваться. И как им помочь? Поэтому у нас с 2013 года предоставляется единовременная денежная выплата малоимущим многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередь-то большая сейчас? Из многодетных... Да, среди таких семей. Вот у нас сейчас в реестре 471 семья. Большая очередь. 471 семья. Но при этом, вот в ушедшем 2013 году впервые 145 миллионов рублей было выделено для того, чтобы предоставить им эту единовременную денежную выплату. Ну что такое единовременная выплата? То есть, выплата дается многодетной семье, чтобы она купила себе жилье. Безвозмездно. Размер выплаты. Размер выплаты индивидуален для каждой семьи. Он рассчитывается. Ну, если взять среднюю многодетную семью, трое детей, мама, папа, пять человек, у которых в собственности нет никакого жилья. Либо они проживают в муниципальном жилищном фонде, либо они снимают жилье. Ну, разные есть жизненные обстоятельства. Это 2,8 миллиона рублей. У нас в этом году более 60 многодетных семей смогли приобрести себе жилье. В этом году на дети-сироты получили квартиры. И до 16-го года все дети-сироты должны получиться. Ежегодно из учреждений профессионального образования, из учреждений, допустим, из домов-интернатов, все равно дети-сироты будут выпускаться. Безуслога, и участь будет увеличиваться. И совсем нет. Она должна просто застабилизироваться на каком-то определенном уровне. А на каком уровне? Вот мы считаем, что мы проводили статистику, ежегодно из сиротских учреждений выпускается порядка 200 выпускников. И вот порядка 200 – это должен быть тот стабильный уровень, на котором должны ориентироваться в дальнейшем при представлении жилья детям-сиротам. Начало 2013 года в очереди в списке листей ожидания детей-сироты, или детей, оставшихся без попечения родителей, было около 400 человек. Там 308. А к концу? А к концу сейчас больше тысячи. Так каким образом обеспечите все квартиры? Ведь у нас столько не строят. Ну, вы знаете, вот в этом году, я считаю, что благодаря поддержке губернатора, безусловно, мы 288 квартир приобрели для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если сравнить с прошлым годом, это 29 квартир. То есть увеличение в 10 раз. А выдают больше всего в Туле, наверное, все-таки? Пока да, пока в Туле. Но, тем не менее, мы приобретали квартиры в Олексине, немножечко квартир приобрели в Узловой, там несколько квартир в Богородицке. Вся проблема в том, что сейчас все-таки поставлены задачи развития строительства для переследования из ветхого и аварийного, чтобы строилось жилье, в том числе и в муниципальных образованиях. Безусловно, должны быть те муниципальные образования, прежде всего, которые обеспечены в том числе и рабочими местами. Все квартиры приобретаются в новостройках и с бюджетной отделкой. Цели, которые стоят перед Вашим министерством на 2014 год, если прям коротко по пунктам? Сохранение достигнутого уровня оплаты труда и дальнейшего повышения, улучшения качества жизни многодетных семей. Это в первую очередь семей, имеющих детей. Это сохранение достигнутых показателей детской оздоровительной компании. То есть мы должны в этом плане не снизить число оздоровленных детей. И при этом стоит задача, конечно, повышения качества оздоровления. А денег хватит на все эти цели? При планировании бюджета все эти цели, они обозначены и обсчитаны. С 2014 года начнем профессиональное приобучение пенсионеров, которые достигли уже пенсионного возраста и выплачивают трудовые пенсии по старости. У нас на сегодняшний день число вакансий почти в три раза превышает численность безработных, состоящих на учете. Причем вакансии... Предложение больше, чем спрос. Да, но предложение в основном требуется рабочей специальности в строительстве, в металлообработке. И ваша цель все-таки найти, выровнять спрос и предложение. Наша цель работать с учреждениями, в том числе системы образования, начального профессионального, среднего профессионального, для того, чтобы выпускников школ привлечь на рабочую специальность. И замотивировать, безусловно. Спасибо вам за интервью. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...